Еще 4 года назад в Яролаже снимались только московские дети. Сегодня девчонки и мальчишки, а также их родители, могут попасть на съемки детского киножурнала в 14 городах России. Вот они, звезды Нижегородского разлива, их первая красная ковровая дорожка. Овации, софиты и благодарности к киноакадемии, ну и маме с папой. Ведь именно они и привели своих чат на кастинг. Мы знали две басни, не за я. Мы решили примить. Маму нам решили сделать подарок. Хочу показать все это своим друзьям. Если они смотрят это, то пускай за меня порадуются, и все своему классу. Они помнят все перипетии сюжета в деталях, но себя на большом экране увидели впервые. Говорят, что сам отец Яралаша, Борис Грачевский, просматривает каждую серию. И может быть кто-нибудь из юных актеров в будущем отправится покорять шоу-бизнес столицы. Но пока они и без этого вдохновлены первым опытом прикосновения к магии кино. Мне понравились все эти тренинги, которые мы учили, и потом мы снимались. Были интересные моменты, когда мы снимались. Посмотреть фильмы других детей, которые снимали здесь, моих друзей. И мои интересные моменты были. Мой фильм был самый любимый, в котором участвовала моя мама и я. Там очень весело было. И прикольно. Интересно. Те же искрометные шутки, те же житейские, понятные любому школьнику ситуации. Такие же юные актеры, подкупающие своей искренностью. Все это позитивный, светло-юмористический семейный скетчком. Правда сейчас это не столько развлекательный, сколько образовательный проект. Дети приходят в студию, чтобы научиться актерскому мастерству, научиться ставить голос, научиться правильно двигаться. Для того, чтобы потом для себя решить, хотят они выбрать какую-нибудь актерскую карьеру, да. Либо просто чему-то научиться и продолжить заниматься чем-то другим дальше. Культовому киножурналу в этом году исполняется 40. И нижегородский вариант Яралаша можно смело назвать младшим братом юмористического сериала. А однажды страна увидела на киноэкране сына, тогда еще президента России Дмитрия Медведева. Мальчик засветился сразу в двух выпусках Яралаша. Но долгое время никому и в голову не приходило, что это сын президента России. Ведь киножурнал-то о радостях и проблемах простых детей. Ну а увидеть современный Яралаш, да еще снятый на улицах Нижнего Новгорода, можно, кстати, на канале ННТВ. Мария Ульянова, Владимир Гайдай. Объективно, ННТВ.